В 2015 году Союз художников Чуваши отметит свое 80-летие. Подготовка уже идет полным ходом. Как-никак, это событие важно не только для 150 членов Союза, но и для всей республики. Сегодня художники встретились за главой Чуваши Михаилом Игнатьевым. Союз художников Чуваши является ведущей творческой организации по Волжье. Но, несмотря на свой солидный возраст и статус, испытывают некоторые трудности. В середине 90-х организация получила помещение под мастерские в безвозмездное и бессрочное пользование. Часть из них находилась в муниципальной, а часть в федеральной собственности. Но в 2011-м с художников потребовали арендную плату. В результате многочисленных переговоров с администрацией города Чебоксары договор был продлен еще на 5 лет. Хочу сказать, чтобы к средствам пришли уверенные в том, что эти мастерские не требуют пролонгаться через каждые 5 лет. В какой-то степени надо на поле длительный срок закрепить на безвозмездное пользование. Почему? Потому что художник пришел на 5 лет. Он не будет делать ремонты, не будет крыши чинить, не будет отдавать деньги на лифт и так далее. Поэтому уверенность вселить надо таким образом, чтобы художники были сочетаны властью. Глава Чебоксар Леонид Черкесов обещал обсудить это на заседании городского собрания депутатов. Город активно сотрудничает с Союзом. Ежегодно в столице появляется не менее двух памятников. В ближайшее время планируется установить памятники академикам Геннадию Волкову и Алексею Крылову. В перспективе востоковеду Никите Бичурину, купцу Ефремову, а также открыть аллею трудовой славы. Кстати, место для нее определят путем интерактивного голосования. Следующий, который у нас уже прошел в городе, проект – это рыбак с Волги возвращается с удочкой. И там интересный проект, а в сумочке выглядывает русалка. Вот такой интересный нарбатия, тоже идея Владимира Парфирьевича, она уже прошла. Скульптор и заслуженный художник России Владимир Нагорнов также выступил с инициативой создания в Чебоксарах музея скульптур под открытым небом, аналогичного скульптурному парку «Легенда» в Пензе. Он известен ежегодным проведением международных скульптурных симпозиумов. Что это дает для республики, для города? Вот, допустим, 20 скульпторов с разных стран, с разных регионов. Во-первых, каждый регион, они все равно своеобразно работают. Это дает насыщение вот такой разнообразии культуры. Вот в течение месяца 20 скульптур. И все это остается в городе, все остается в республике. Можно за один год сформировать сразу косогор, допустим, парк скульптур. Мы готовы участвовать в республике и городе с земельным участком, который будет предоставлено. Но этот земельный участок должен быть где-то на берегу Волги, в пригороде, недалеко Шабукова. Дальше теперь надо будет смотреть, кого найти бизнесмена. Потому что бизнесмен может там построить гостиницу. Гостиница, она будет окупаемая. Соответственно, никто туда бюджет не будет кладывать. Это коммерческий проект. На принципах государственного частного партнерства можно это реализовать. Сегодня в республике есть предприниматели, которые готовы вкладывать в создание памятников свои средства. Глава республики отметил, даже малые архитектурные формы имеют большое значение для воспитания у молодого поколения чувства патриотизма. Анастасия Алексеева, Регина Кубайкина, Евгений Анисимов, Республика.